Меня зовут Руслан Беджашев, я работаю генеральным директором фирмы Евроагротек. Наша компания является официальным дилером в Краснодарском крае фирмы Diafarm Technologies. Это один из мировых лидеров по производству оборудования для молочного животноводства. И как для лидера тема роботизации для них тоже не чужда, имеет свои разработки и свои концепции. Поэтому сегодня я бы хотел поговорить вообще не о том, как робот дует. Потому что те роботы, которые в последние 5 лет разработаны практически всеми производителями, эти роботы уже стали более совершенные. Потому что роботы 10-летней давности, они, скажем так, даже практически не всех коров могли подключать. Сейчас, в сегодняшний день машины, машинами вопрос подключения коров практически решен на 100%. Коллегами также было подтверждено, практически все производители, технический вопрос подключения коров, и многие боятся, что робота будет плохо подключать, не все коровы подойдут, этот вопрос уже решен. Я бы хотел сегодня поговорить о том, как правильно спланировать роботизированную ферму, потому что этот вопрос является на сегодняшний день один из самых важных. Мир автоматизации доения сегодня движется в двух направлениях. Одно направление, то, с чего это начиналось, это автоматизация доения на небольшой семейной ферме. И робот был придуман для помощи фермеру, чтобы можно было облегчить труд, потому что этот фермер сам работает, сам доит, сам кормит. И для того, чтобы облегчить его работу, были придуманы доильные роботы. На сегодняшний день автоматизация доения шагнула немножко вперед. И она развивается сейчас в двух направлениях. Это роботы, которые также присутствуют для помощи фермерам, которые с вами работают. Но если мы говорим об индустриальной роботизации, то этот мир шагнул немножко вперед. И мы можем иметь второе направление, где мы используем фиксированные промежутки между доениями, убирая принцип добровольного доения. И из роботов мы можем делать традиционные доильные залы, так как мы привыкли, где у нас есть елочка, параллели и бокорусель. И животных туда подгоняют партиями, загоняют в накопитель. И выходят они уже отдаенными, но только лишь не ручным доением, а автоматизированным. И исходя из этого, есть определенная рентабельность использования той или иной технологии. Например, для небольших фермерских хозяйств сегодня была затронута тема, как актуально работать. Для ферм примерно до 260-300 коров. Можно использовать обычные традиционные роботы, маленькие, установленные также в корпусе, и использовать принцип добровольного доения. Если мы говорим о фермах от 300 до 800 коров, то тогда в этом случае можно уже делать роботизированные доильные залы. И эти же маленькие роботы выстраиваются в определенный концепт доильного зала, где есть накопитель. Мы знаем производительность часовую этого доильного зала. Пригнали туда эту группу, сформировали ее, отдаили. И она спокойно вышла отдаена, но уже роботами. Ну и следующий этап более индустриального доения, это для ферм от 800 коров и выше, это уже роботизированная карусель. И такие примеры в мире существуют. Если говорить, скажем так, о именно фермерской модели роботизации, то мы должны здесь учитывать несколько факторов. Первый фактор. Мы должны понимать, что доение и проживание коров в коровнике должно быть без стресса. Коровы должны добровольно двигаться к роботу без несчастливого человека. И этот процесс должен происходить 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, и также 365 дней в году. И при этом коровы должны находить дорогу к роботу из любой точки коровника. Тема установки робота именно в корпусе, где живут коровы, делится на две подгруппы. Основные две подгруппы. Первая подгруппа – это когда у нас происходит движение животных к роботу добровольно. Если это роботизированный бокс, то животные из любой части коровника могут спокойно подойти к роботу, отдаившись, могут вернуться к себе в зону отдыха, либо к кормления. Если мы говорим о следующем этапе развития, это направленное движение коров, когда мы имеем роботизированный бокс 1, 2 или 3 или 4, неважно, в зависимости от того размера корпуса. И у нас с вами здесь появляется вариант именно направленного движения. В данном случае коровы, чтобы пойти в зону доения, должны пройти через селекционный блок. Этот селекционный блок, распознав корову, понимает, что корове еще рано заходить в зону доения. И он ее отправит в зону кормления. Вот это кормовой стол. И в этом случае корова пошла принимать корм, поесть. И обратно она может выйти через вот такие односторонние калитки, зайти в зону отдыха, зону поения. Здесь она может отдыхать. То есть коровник делится уже на две секции. Одна зона кормления, одна зона отдыха, и третья зона – это зона доения. В данном случае здесь показан на этом слайде именно направленный трафик. И вот, как сказал Александр Викторович в предыдущем выступлении, по исследованиям канадских ученых, которые детально занялись исследованием процесса роботизации в добровольном доении, они выявили, что при свободном доении примерно от 12 до 20% коров добровольно не ходят в роботах. Добровольно не ходят. При такой технологии от 10 до 5%. Но все равно эти коровы в стадии присутствуют. И это вы четко должны понимать. Как бы мы ее там не приманивали комбикормом в этом роботе, они все равно могут ходить меньше в доения. Не все, но такие коровы есть. И здесь уже начинается рутина доения. То есть человеку нужно смотреть в программе, какие животные не пошли вовремя на доение. И, соответственно, их нужно будет из этой группы найти, отселектировать и отправить в зону доения. Но для того, чтобы коровы все-таки хотели идти на дойку, мы должны с вами понимать, что это фактически очень похоже на дрессировку. То, как дрессируют животных в цирке. Многие говорят, что можно даже медведя научить ездить на мотоцикле. Также и коров мы приучаем к тому, чтобы они ходили именно в робот. И начинается это все приучение еще с сухостойного периода. Даже если это не телепередотелом, им дают возможность свободного прихода в робот, чтобы они уже узнали это место, им дадут там немного комбикорма, доить их не будут, но они уже будут знать дорогу. И это с этого начинается приучение к доению. Но даже при всех этих манипуляциях, при всем этом все равно попадаются коровы, которые не хотят ходить. Хоть кто бесен, не хотят ходить. Но один из главных вопросов приучения коров, это приучение через корм. То есть исследуя кормленческое поведение животных, мы должны корову приманить в этого робота. И поэтому, поскольку в роботизированных фермах, в группах находятся коровы различной фазы лактации, с различными рационами, с различными надоями, мы на кормовой стол с вами должны дать рацион, рассчитывая на самую низкую продуктивную корову. То есть приманив ее гранулами в роботе или в кормостанции, мы должны понимать, что даже ей должно захотиться получить этот комбикорм. А соответственно, более высокопродуктивные коровы, они уже будут получать свои порции комбикорма либо в роботе, либо дополнительно в кормовых станциях. Поэтому и кормовые станции в данном случае, это вещь, которая актуальна. Ну а для того, чтобы потребление корма росло, еще здесь из автоматизации традиционной, которую мы знаем, есть роботы, которые просто подгортают корм, которые по графику ходят. Это в принципе машины довольно-таки относительно недорогие относительно стоимости всех инвестиций в эту ферму. Но вы тогда, в таком случае, вы исключаете человеческий фактор, когда у вас человек садится на трактор и просто подгортает корм. Робот, который подгортает корм, делает это стабильно и своевременно. Вот. Следующий этап автоматизации доения. На этом слайде показан, вы видите, небольшой доельный зал. Очень похоже на принцип летних доек. То есть вы помните, которые были в советское время, на пастбищах у нас выставляли параллельно вот так доельные места, а там просто работали доярки. В данном случае мы имеем возможность загнать коров в накопитель, в группу, рассчитанную на производительность этого доельного зала. И коровы выходят уже отсюда под доиной через доельного робота. То есть у них вариантов прохалявить, не пойти доиться просто нет. Их скотник поднял из корпуса, пригнал в накопитель и выходит уже доиной. То есть это мы приходим фактически к нашему традиционному доению на обычной беспривязной ферме. Следующий вариант расположения доельных залов из роботов, это вот такой, как у нас были раньше тандемы. Если помните, доельные залы, когда роботы стоят параллельно друг за другом, и мы имеем возможность загонять сюда коров, которые будут выдаены. Но в данном случае при вот такой технологии выдаемость получается примерно, производительность 6-7 коров в час на одного робота. Но при технологии тандемной чуть-чуть снижается от 4,5 до 6 коров за час. Ну а третий уже этап развития более индустриальных ферм, для именно больших ферм и комплексов существуют роботизированные карусели. Где тот же самый доельный модуль, который мы с вами можем поставить в корпус, он ставится просто на платформу карусели. Если мы имеем карусель, модели таких каруселей выпускаются от 28 до 80 мест. Поэтому Александр Ильич сказал, что там 74 робота в какой-то ферме. Но есть фермы в мире, в которых есть карусели на 80 роботов. Это Америка, Канада и Ивония. В России у нас самая большая роботизированная карусель на 72 места. Сейчас, секунду. Вот посмотрите, вот эта фотография из Волгоградской области. Предприятие называется Донское. У них доельный зал роботизированный. Вы видите, здесь платформу доельную. И здесь 60 стоит роботов. Это вторая в России карусель, которая была запущена. Первая была у нас в ПФХ Зубарево. Это Красноярский край, село Шушинское. Помните, там, где Ленин был в ссылке. Их роботизированная карусель на 72 места. В этом хозяйстве на этой ферме планируется увеличение доельных мест еще в два раза, построив еще одну такую же карусель. Но это будет следующий этап развития этой фермы. Эта карусель работает с мая 2020 года. Уже, получается, примерно, ну, сколько в этом году? Там, чуть больше года. Полтора года. Примерно полтора года уже работает этот доельный зал. И, в принципе, показатели производительности на этом доельном зале близки к традиционной карусели. Но в процессе доения, в данном случае, принимают только лишь вот эти вот электронные доярки. Их 60 штук. Александр Асланович, минутка у вас осталась. Хорошо. Значит, в цифре и факты по доельным каруселям. Уже в мире более 35 таких установок. В России две действующих. Третья сейчас строится. В Кировской области, как сказал Александр Ильич, опять же, по причине того, что там, видимо, мало рабочих. Но вот эти карусели от 28 до 80 мест, они уже есть во всем мире действующие. 35 действующих установок. В США эти карусели получили производительность аж до 8 коров. То есть, наработают значительно быстрее. И, соответственно, для именно больших фермокомплексов роботиземных карусель, по нашему мнению, это самое оптимальное решение для автоматизации доения. Если говорить о том, что робот, насколько это сложно или просто. Ну, скажу так, вот наши инженеры, инженерные кадры, когда начали изучать процесс роботизации, потому что мы, в принципе, уже сейчас в эксплуатации имеем 61 робот, они на них смотрели просто как на обычное железо. Поверьте, там нет ничего страшного. Казалось бы, там что-то робот, это там какая-то там прям что-то страшное. Сегодняшний уровень информационных технологий и цифровых позволяет контролировать все процессы абсолютно на ферме и в роботизации. Поэтому не бойтесь, робота это та технология, которая, в принципе, позволяет исключить именно человеческий фактор. И почему мы идем к этой роботизации? Конечно, идет у нас укропнение производства. Это идет тенденция во всем мире. Маленькие фермы, они потихонечку, за того, что их рентабельность снижена, у больших предприятий есть возможность более по дешевой цене закупать оптом, большим оптом и корма, и всевозможные расходные материалы. Следующий фактор – это улучшение генетики коров. И многие компании, которые занимаются генетикой, наконец стали обращать на селекцию по вымени, по длине, по размеру сосков, по расположению. Раньше на это практически никто не смотрел. Сейчас кормотизация начинает подгонять и этот критерий. Повышается всемирный уровень животноводства. Видите, наш учхоз в Краснодарске, они у нас считаются одним из лидеров по продуктивности животных. Но, опять же, мы говорим, почему все-таки роботизация идет у нас в нашем случае. Одно дело, когда фермер заменяет свой труд на автоматизированное, а другое дело, когда крупное сельхозпредприятие хочет внедрить. У нас просто бывает, порой не хватает полиэстерных кадров. И вы не забывайте, что робот, он доет, выполняет все рутины доения, он не устает. Он выполняет их монотонно, так как заложена программа. Люди, работая в доильном зале, через 3-5 часов уже устают и снижают свою продуктивность. Соответственно, меньше могут выполнять автоматизации, меньше выполнять рутины доения. Ну и, соответственно, вот эта урбанизация, которая говорит о том, что многие люди переезжают из села в город. И даже эта тенденция, мне рассказывают люди, которые знают китайский рынок, они говорят, даже в Китае, при их полтора миллиарда жителей, роботы очень актуальны. Потому что все люди из села стараются уехать в крупные миллионные города, такие как Шанхай, там и больше. И на селе, практически даже в Китае, очень мало людей, которые могут работать. Вот. Ну и что хотелось бы в заключение добавить, что прогресс, который он сейчас начался в автоматизации, роботизации, он уже идет полным ходом. И мы с вами хотим того или нет, мы уже в нем оказались. И на сегодняшний день уровень новых ферм, которые строятся, это половина в мире, половина ферм строится с роботами. А в Европе этот показатель достигает до 85%. Ну вот, собственно говоря, у меня все. Какие есть вопросы? Готов ответить? Спасибо. Вопросы к Руслану Аслановичу есть? Пока зал думает. Руслан Асланович, скажите, пожалуйста, вот карусель переоборудовать роботами сколько стоит? И как быстро этот процесс можно произвести на ферме? Ну, переоборудовать действующую карусель, вы имеете в виду? Или нужно заново строить? Нет, это нужно строить новую карусель. Это невозможно. Сейчас есть новые модели каруселей, которые предусматривают в будущем. Это вот последние модели, которые пошли в роботизацию. Это последние 2-3 года эти карусели вышли. Но вы только себе представьте такой фактор. У вас действующая ферма, к примеру, полторы-две тысячи дойных коров. И вы вдруг захотели эту карусель автоматизировать роботами. На это вам потребуется несколько месяцев. Где вы будете дойти действующее поголовье? Вот просто подумайте, это же нужно куда-то деть коровку. Карусель с роботами – это только вариант для строительства новой фермы. Если вы строите, да. А в Донском, к примеру, который вы приводили, это тоже юг России. Он очень интересен, конечно, для нас. В Волгоградской области. Там тоже с самого начала строили под робота эту коровку. Значит, история развития предприятия Донского началась с 2005 года. В 2006 году мы с ними построили маленькую елочку 2х6. И они завезли 200 коров. У них до этого животного сына не было вообще. Елочка была предусмотрена строительством с расширением до 2х8. И в итоге на этой елочке очутилось около 350 дойных коров. То есть она работала в режиме индустриальном почти круглые сутки. Так продолжалось несколько лет. И в 2010 году хозяйство, сделав в первую очередь орошение, потому что Волгоградская область – это зона именно засушливая, сделав в первую очередь орошение, получило возможность выращивать кормовую базу. Соответственно, с этого периода они реконструировали еще один корпус на 600 голов. И в этот период мы построили с ними карусель, традиционную, обычную, ручную доемья. Это был 2010 год, на 36 мест. Эта карусель была рассчитана на то, чтобы она могла дарить 1200 коров. В 2017 году с руководством предприятия Донского мы задумались о дальнейшем их развитии. И мной была предложена технология автоматизированного доения. Они год изучали эту тематику, ездили за границу, смотрели, изучали. Уже в тот период начиналось строительство КФХ Зубаревой. Изучали все, что можно, какие материалы есть. И принято было решение построить новую ферму на 3000 коров с двумя доельными залами по 60 мест. И вот на текущий момент, в 2010 году, запущен первый этап этого комплекса, где сейчас есть 1500 коров и первая корустьель роботизированная запущена. Следующий этап развития будет строительство новых коровников. То есть это новый комплекс, но в рамках одного и того же хозяйства. Интересно. Мы знаем это хозяйство. И мы разговаривали как-то с главным агрономом Донского. И я приводил пример краснодарское хозяйство, Харамана, знамя Ленина, Щерпиновского района, где 100 тонн молока в день получают. Но он сказал, что мы скоро обгоним краснодарцев в этом смысле. Видимо, роботы тоже помогут в этом. Ну, одним из ключевых факторов, почему хозяйство приняло именно строительство роботизированного доельного зала, в том, что директор четко понимает, что это будущее. Построив 10 лет назад обычную карусель, они уже этот этап прошли. Они понимают все трудности работы с персоналом, с подбором персоналов. Хотя это хозяйство очень активно привлекает и свой Волгоградский аграрный университет. И кадры все практически работают там молодые. Все молодые специалисты, ветврачи и так далее. Все выпускники агроуниверситета, которые проходили практику. Что-то наподобие нашего учфора. То есть они для Волгоградского агроуниверситета именно как опытное хозяйство, где проходят стажировку практически все студенты, которые связаны с этой отраслью. Либо это растеневодство, либо это животноводство. Но свиноводства у них нет, у них есть либо молоко, либо растеневодство. Вот в этих отраслях студенты проходят, и я считаю, что директор хозяйства именно правильно замыслил этот этап. И он понимает, что в будущем, он мне четко говорил, я понимаю, что 10 лет назад эта карусель, которую он сделал, она была инновационной на тот момент. Но настало время, пришло время того, что вот эта роботизированная карусель, она сейчас является, вот она, она является сейчас инновационной. И через 10 лет, возможно, технология роботизированного доения, может быть, будут дроиды стоять, как мы видим в этих фантастических фирмах, вместо доярок, вместо вот этих обычных роботов, которые мы видим. Я не знаю, к чему придет прогресс, но прогресс молочного животноводства, поверьте мне, развивается очень быстро. Вот эта цифровизация, которую мы с вами сталкиваемся каждый день, это автоматизация. 10 лет назад это было фантастика. Сейчас это реальность.